Добрый день, уважаемые участники! Мой доклад в некотором роде является продолжением того, о чем вчера рассказывала профессор Борисович Чириене, и только что рассказывала профессор Штарке. Это опять тематика открытого образования, открытых образовательных ресурсов, открытых онлайн-курсов. И пользуясь тем, что мы находимся сейчас в Санкт-Петербурге, и в аудитории присутствуют представители академического образовательного сообщества города, я постараюсь еще и включить свою презентацию, успеть включить кратко руководство по тому, что уже имеется в России, и то, что они могут использовать в своей работе. Итак, с 2010 года институт проводит исследования в области открытых образовательных ресурсов в не англо-говорящих странах, и позднее, с 2015-го, мы обратились и к некоторым англо-говорящим странам. Институтом проведено исследование состояния дел в 20 не англо-говорящих странах. В данных 20 странах было проведено исследование. Хочу обратить ваше внимание, что я имею в виду, когда говорю открытые образовательные ресурсы. Это ресурсы, которые доступны под открытыми лицензиями, лицензиями Creative Commons. Все слайды внизу снабжены ссылками на соответствующие сайты организации, где вы можете получить дополнительную информацию. 1 октября 2014 года в России вступили в силу поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации. Это было утвердено и подписано президентом Российской Федерации Путином, федеральный закон о внесении изменений в Гражданский кодекс и поправки, которые касаются использования открытых лицензий, аналогичных лицензий Creative Commons на территории Российской Федерации. И теперь законодательству предусмотрено, что правообладатель может публично заявить о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать приближащие ему произведения в образовательных целях. То есть лицензии Creative Commons полностью в легальной территории Российской Федерации. Здесь обложки некоторых публикаций, изданных нашим институтом. Все они есть на сайте, и вы можете их просмотреть в электронной библиотеке. Все это по тематике открытых образовательных ресурсов наших стран. Также публикации, избранные публикации о ИАР в Литве, Бразилии, Российской Федерации, Польше, Китае, Франции и Кении. Кроме того, институт участвовал в изданиях, в совместных изданиях ЮНЕСКО и КОМАК ГЛАССОФ ЛЕОНИНГ. Мы готовились к специальной главы по состоянию дел в области ОИАР в странах СНГ и в России. В целом, можно сказать, что, анализируя состояние дел в этих странах, в большинстве стран крупномасштабные инициативы в области открытых образовательных ресурсов на уровне высшего образования реализуются консорциумами университетов или отдельными университетами. А цели содержания электронных ресурсов для среднего образования, они значительно отличаются от открытых образовательных ресурсов, которые разрабатываются для высшего образования. Ну, собственно говоря, это определяется и целью. Часто электронные ресурсы, созданные в университетах, по-прежнему остаются цифровыми версиями традиционных учебных материалов, которые изданы в печатном виде. На уровне начальной и средней школы ситуация иная. И основной задачей ЕКТ и электронных ресурсов в школах является изменение характера образовательного процесса, повышение его эффективности, как с точки зрения методики преподавания в классе, и самостоятельного обучения учеников. Внедрение открытых образовательных ресурсов и открытых образовательных практик, как показало исследование в 20 странах, вызывает ряд финансовых, стратегических, правовых, педагогических и культурных проблем, как на уровне организации институтов, так и на национальном уровне, а также и внутри образовательного и научного сообщества. Здесь на слайде перечислены эти основные барьеры. Я озвучу их для того, чтобы они были переведены для наших англоязычных участников. Это то, что образовательные стратегии по использованию ЕКТ, как правило, ориентированы на создание инфраструктуры и редко предполагают финансирование создания образовательного контента. Педагоги не знают о существовании открытых образовательных ресурсов и о возможностях, которые открывают их использование. Основная часть населения имеет только общее представление о том, что такое права из директуальной собственности и национальной законодательства по авторскому праву. Во многих странах это часто не допускают использования отзывных лицензий. Также традиционная методика преподавания и юридические подходы часто не предполагают использование открытых образовательных ресурсов. Слабо разводит система вознаграждения и поощрения за использование открытых образовательных ресурсов в учебной практике. И, ну, анализ опыта различных стран показывает, что могут в отдельных странах возникнуть свои специфические барьеры, как, например, в Польше. Было очень сильное сопротивление со стороны издательской, издательской лобби, попытка воздействия на правительство с тем, чтобы препятствовать распространению открытых учебников, когда была инициирована унижняя программа «Открытый учебник» на национальном уровне. Однако самым серьезным препятствием для учителей и для педагогов, и для профессоров это культурный барьер. Это в области практики обучения и преодоления академических традиций, связанных с использованием, повторным использованием или адаптацией материалов, которые были разработаны другими авторами, ввиду опасений по поводу возможности нарушения авторских прав или обвинения в гладиате, или в уверенности в том, что эти материалы непригодны для местных нужд, или имеют недостаточно высокое качество. Многие барьеры... То есть, нами были проанализированы пути преодоления перечисленных выше барьеров в различных странах и разработаны основные рекомендации для продвижения ОИА. Это повышение осведомленности и содействия продвижению открытых образовательных ресурсов и открытых лицензий. Это разработка стратегии в области образования предусматривающей возможности использования открытых образовательных практик. Это уделение государственного финансирования не только на инфраструктуру ИКТ, но и на создание образовательного контента, на эксплуатацию, ревизиториев образовательных ресурсов, на подготовку педагогов использования этих ресурсов. Также необходимо пересмотр педагогических подходов, учебных программ и стандартных качеств. Необходимо создание специальной системы сертификации, дистанции, признания результатов обучения и знаний, полученных с использованием открытых образовательных ресурсов. И, как была названа основная причина, основное препятствие культурной паре, это содействие распространению открытости философии совместного использования, повторного использования, адаптации, филотализации образовательных ресурсов среди педагогов, учащихся и так далее. Теперь вкратк к экскурсии, потому что нам всем известны различные платформы, это и англоязычные, и не англоязычные, разработанные в различных странах и регионах мира для массовых открытых онлайн курсов. А где же Россия находится на данный момент? Россия публикует российские вузы, шесть российских вузов. Мы публикуют свои курсы на платформе Coursera на русском языке. Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям дважды запускал на платформе Coursera курс по ТИКТ начальному образованию. Также несколько учебных заведений России используют открытую платформу для MOOC и ДИКС, которая... Это OpenBoards платформа. А что, собственно, имеется в России? Это национальный открытый университет Интуит. Я надеюсь, что многие с ним знакомы. Университет без границ при Московском государственном университете. Университет без границ номер два. То есть, когда взялся такое же название, значит, другого рода там курсы размещены. Универсариум. Всем известно, это 2014 год, когда стартовала эта платформа. На сегодняшний момент там 105 курсов от 31 дисциплины и более 600 тысяч порцев отелей. Юниверситет. Также здесь размещены электронные курсы. Университет ИТМО. Это Санкт-Петербург. ИТСМО. А здесь размещен ряд курсов, которые можно проходить в открытом доступе. Московский физико-технологический институт. Ссылки есть. В презентации. Вы на сайте института можно будет воспользоваться этой информацией. Еще одна российская платформа это ВИДУСОН. Раскочила. И ЧТИ Академия. И это в основном в области веб-технологии. Сайт Лекториум. Платформа Лекториум. Здесь 50 тысяч студентов. Видео. 20 партнеров. И 4 группа на данный момент разработаны компанией. Университет. Здесь масса лекций по различным дисциплинам. И высшая школа экономики. Здесь есть подготовительное отделение. Тоже в своем разрешении. Ну и самое важное может быть объявление, что около года тому назад было принято решение о создании национальной платформы открытой образования. И вот через год работы эта платформа открыта. Здесь работает консорциум университетов. И на данный момент опубликовано 107 курсов. На ручку без нигде. Надеюсь, информация будет вам полезна. Теперь переходя от конкретных к более общим вопросам. Я хочу рассказать, как еще в одном проекте института. Это ворсайт. ИКТ в высшем образовании. Недавно институт завершил работу над этим проектом. Цель была сделать свой вклад в переосмысление роли образования в современном обществе и роли ИКТ в образовании. В рамках проекта проходила серия экспертных встреч, а также онлайн опрос для изучения отношения лиц, принимающих решения, политиков, экспертов области ИКТ в образовании и педагогов в отношении к использованию открытых образовательных ресурсов и массовых открытых онлайн-курсов. Фокус опроса был на вопросах, связанных с будущим аттестацией, результатов получения и learning outcomes, полученных с использованием открытого контента, открытых образовательных ресурсов им нужен. И вытекающие из этого изменения роли учреждений и преподавателей в высших учебных заведениях. В общей сложности 149 респондентов из 54 стран облицели на вопросы анкеты. Анализ результатов исследования и итогов обсуждения данных вопросов в ходе работы фокус-группы организованных на международных конференциях по ИКТ в образовании в Париже, Санкт-Петербурге и Санкт-Петербурге позволили сделать следующие выводы. В связи с появлением, наличием и развитием и широким распространением открытого контента образовательного необходим пересмотра учебных программ. Поэтому международное большинство риск отдельных. Различные страны и государства находятся на разной стадии готовности к принятию, использованию и признанию результатов обучения с помощью открытого контента. Появление и распространение открытых образовательных ресурсов и массовых онлайн-курсов повлияло и в дальнейшем еще существенно изменит роль учителей и образовательных учреждений в сфере формального образования. И отсюда вытекает необходимость в сфере подготовки учителей, поскольку теперь их функции будут модифицированы. Новые достижения использования как образование влияют на то, как неформальные и неформальные результаты обучения будут признаны в форме кредитов и могут быть использованы в условиях глобализации образования. Я благодарю за внимание, я постаралась быть гравкой. АПЛОДИСМЕНТЫ